Тима, НЛО, ЧАН, 21, 2015-11-30 Вот за что люблю американцев, так это за то, что они не ссут рассекречивать архивы и вообще не прячут информацию. Они давно открыли простой принцип, если постоянно засекречивать данные и ебать всех, кто может проболтаться, нужно будет тратить время и силы всего аппарата на борьбу с болтунами. А если не ссать и постоянно все рассказывать, то можно будет настоящие секреты хранить за семью и замками и ебать локально только реальных пиздунов. Это две разные школы, советская и американская. Мы тратим кучу времени на то, чтобы про нас хорошо писали в газетах, а пиндосы разрешают любым газетам писать что угодно, тратя время только на то, чтобы нужные газеты считать истеблишментом, а те, которые пишут что угодно, считать отстоем. В этой системе ценностей Навальный в США никогда бы не появился на свет, потому что нет смысла бороться с клоуном. А у нас клоун становится национальным героем за счет налогоплательщиков. Поэтому мы знаем о том, какие в Америке тюрьмы, как там пытают, как повело себя следствие в тех или иных случаях. Нет смысла это прятать, проще рассказать. А у нас мы даже не знаем, с какими именно террористами борется ФСБ. А то вдруг выяснится, что кто-то хотел положить мешок с динамитом на рельсы в метро. И, прочитав об этом новость, новые террористы решат положить на рельсы в метро мешок с динамитом. Не, про это нельзя говорить. Короче. Американцы собрались с духом и опубликовали архив файлов про НЛО. Десятки тысяч документов по годам. Они этой темой серьезно занимались больше полувека. Мы тоже, но и узнаем про это лет через 200. А пока наслаждаемся документированными ебанатами, шизофрениками и словившими глюки. Мораль. Выгоднее быть открытым. НЛО. Документ. Россия. Архив. Открытость. США. Навальный. Лива коммент. Рид комментс. Четыреста пятьдесят восемь.